Еще один визит в детский сад Макмартин, часть первая. Добро пожаловать в Манхэттен-Бич. В 1983 году мать ребенка, который ходил в детский сад, принадлежавший семье Макмартин, заявила, что один из воспитателей вместе с ее бывшим мужем занимаются растлением сына. Воспитатель был арестован, но отпущен из-за отсутствия улик. Тем не менее, полиция разослала родителям письма, в которых предупредила, что их дети могли подвергнуться сексуальному насилию в саду и предложила расспросить детей. Были опрошены сотни детей. 360 из них заявили о попытках растления в детском саду. Расследования и судебные слушания продолжались 6 лет. Обвинения были выдвинуты против семи владельцев и воспитателей детского сада. В конце концов, все они были оправданы судом. Пол Байном закончил колледж в 1972 году, а еще через год поступил на работу в полицейское отделение Хермоза-Бич. В 31 год получил звание главного детектива. Байном не был типичным сыщиком. Коллеги отмечали, что он слишком чист для работы копа. Сменившись, он снимал кабру с пистолетом и шел в кафе «Святая вода» ошиваться среди тех, кто еще помнил 60-е. В 1976 году Байному поручили расследование убийства Карен Клаас, бывшей жены Билла Медли, вокалиста «Righters Brothers». Карен была изнасилована и убита через час после того, как утром отвела сына в детский сад Мак Мартин на Манхэттен-Бич. Соседи сообщили полиции, что видели, как незадолго до убийства в их районе бродил какой-то невнушающий доверия незнакомец. Впоследствии полиция рассматривала версию, что убийца следил за Клаас за неделю до того, как было обнаружено тело. Незнакомец несколько раз появлялся у ее дома. Сосед позвонил Карен, чтобы предостеречь, но та не подошла к телефону. Проникнув в дом через заднюю дверь, обеспокоенные друзья заметили, как через главный вход выскользнул белый мужчина с бородой ростом около 1 метра 75 сантиметров приблизительно 28 лет в длинном пальто оливкового цвета с поднятым воротником и в высоких ботинках. Клаас нашли обнаженной и без сознания. Через пять дней она умерла. Ничего украдено не было, но полиция не обнаружила признаков того, что Карен Клаас была знакома с убийцей. В 1984 году подозреваемым в растлении детей, посещавших дошкольное учреждение МакМартин, было предъявлено официальное обвинение. Вскоре погиб Джеральд Клаас, муж Карен. Машина, которую он вел, упала с обрыва в Орегоне. На судебных слушаниях дети утверждали, что воспитатели детского сада грозились убить их родственников, если они расскажут, что с ними делали. Таким образом, смерть супругов Клаас и дело МакМартин могут быть связаны между собой. Но полиция утверждала, что никакой связи нет. У нас нет улик, нет подозреваемых, и мы не ведем совместного расследования с отделением Манхэттенбич, заявил репортером Майк Левин, лейтенант полиции Хермоза Бич. В 1979 году Пола Байнома заставили уйти из полиции без объяснения причин, несмотря на безукоризненный послужной список. После того, как детектив закончил расследование убийств девочек-подростков в окрестностях Редонда Бич, итогом стал арест и осуждение серийных убийц Роя Норриса и Лоуренса Биттекера. Начальник полиции Фрэнк Бисон настойчиво советовал ему взять отпуск для восстановления сил. Расследование серийных убийств и правда порядком измотало Байнома. Но он считал, что его душевное равновесие не пострадало и отказался. Начальник же, заручившись поддержкой городской администрации, уволил Байнома, сославшись на его профнепригодность, характер которой в приказе даже не был обозначен. Байном объяснил это внутренней политикой, паранойей, стремлением очистить ряды от тех, кто гипотетически может нанести вред чести мундира. Местному репортеру Кевину Коуди он сказал, когда в газетах сообщили, что на первое в своей карьере задание городского совета Хермоза Бисон пришел пьяным и уронил на пол револьвер, он решил, что это мы выдали его репортерам. Бисон, наверное, был не в курсе, что репортеры всегда присутствуют на заседаниях городского совета. Байном нашел новую работу частного детектива. В марте 1984 года его нанял адвокат Баки Дэнни Дэвис. В ходе расследования Байном пришел к заключению, что в детском саду насилие над детьми и их растление действительно имело место. Байном считал, что записанные на видеопленку беседы психотерапевтов с детьми заслуживают доверия. Однажды в разговоре с Байномом Коуди упомянул, что сотни детей из детского сада Мак Мартин утверждают, что с ними плохо обращались. Лицо Байнома помрачнело. Запугнувшись, он проговорил, что сперва и не предполагал, что речь идет о таком количестве пострадавших. В 1986 году Лейл Рубин, обвинитель по делу Рэя Баки, вызвал Байнома в суд для дачи свидетельских показаний. Утром того дня, когда Байном должен был появиться в суде, его дом был ограблен и слушание показаний частного детектива перенесли на следующее утро. «Ни одной из сторон не понравится то, что я собираюсь сказать», — признался детектив-репортер Коуди. Одним из непонятных и подозрительных фактов остается находка утерянных записных книжек Байнома. Книжки содержали его заметки периода, когда он работал детективом в Хермоза-Бич. Арестовав Рэя Баки по обвинению в растлении детей, полиция обнаружила потерянные книжки Байнома у того в письменном столе. Что делали официальные записи полицейского в доме Рэя Баки? Судья Рубин планировал спросить Байнома о карте, составленной следователями прокуратуры в марте 1986 года. На карте было указано место неподалеку от детского сада МакМартин, где Байном откопал черепашьи панцирей. Дети утверждали, что воспитатели убивали черепах, грозя, что так будет с их родными. Если они проговорятся, хотя Байном был нанят защитой Баки, он сумел подтвердить ключевой пункт в показаниях детей. Появление Байнома в суде было предотвращено его самоубийством. Правда, многие убеждены, что детектива убили. Жена Байнома нашла его тело в 5.45 утра. Байном умер от выстрела в голову из пистолета 38-го калибра. Ни один из близких к Байному людей не мог представить себе, каким образом его участие в деле могло бы побудить его покончить с собой, писал Кевин Коуди в газете «Изи Ридер». Пол был настоящим бойцом, сказал Стивен Кейс, заместитель окружного прокурора и друг семьи Байнома. В его характере не было никаких наклонностей к суициду. Он обожал жену и дочь и очень заботился о них. Мнение, что Байном был убит, подкрепляется еще одной странной смертью. Джуди Джонсон, мать ребенка, посещавшего МакМартин, была первой из тех, кто открыто заявил о растлении детей в этом учреждении. Она умерла от отравления алкоголем. Сторонники Баки в прессе предложили все усилия, чтобы изобразить Джонсон сумасшедшей. После того, как она обнаружила, что у сына, который вернулся из детского сада МакМартин, из заднего прохода идет кровь, ее жизнь круто изменилась. Стоило ей заявить об этом, вокруг нее стали кружить зловещие незнакомцы. Она считала, что ей незаметно подсыпают яд. В 1992 году психотерапевты из группы по расследованию ритуального насилия над женщинами в Лос-Анджелесе тоже настаивали на этом, что их отравили. Воздействие яда они подтвердили с помощью медицинской экспертизы. Газета Лос-Анджелес Таймс опубликовала их заявление. Но со своим комментарием газета назвала членов группы фантазерами-параноиками, страдающими от истерических галлюцинаций. Джуди Джонсон жила в постоянном страхе, она завела дома пистолет. Ее муж, с которым у Джуди к тому времени были прохладные отношения, присоединился к компании преследователей. Джонсон начала употреблять спиртное, ее организм не выносил алкоголь, она умерла от отравления. В Лос-Анджелесе смерть Джуди Джонсон была встречена взрывом смеха. Ее вспоминали как маниакального параноика, инициатора истерии, связанной с растлением детей, которая благодаря поддержке, нападке и на сенсации прессы прокоптилась по долам и висям Южной Калифорнии, разрушая судьбы и раскалывая семьи и истерии, которые в итоге оказались беспочвенной охотой на ведьм. Такое толкование событий дали эксперты из ведущих университетов. Тем не менее, дети, которые посещали детский сад, до сих пор настаивают, что там занимались их растлением. Подобные рассказы детей и их родителей резко отличаются от тех карикатурных отчетов по делу, которые без конца повторяла пресса. Родители помнят, что множество детей за час за часом давало свидетельские показания, и некоторым из них потребовалась госпитализация, чтобы преодолеть серьезные эмоциональные проблемы. Вспоминают они и анонимные угрозы по телефону. Зная, что детская порнография – это крайне доходный бизнес, родители болезненно восприняли насмешки прессы над утверждениями детей, что их заставляли играть в обнаженных кинозвезд. Они не забыли о том чрезвычайном происшествии, которое положило начало процесса. Один ребенок, что подтвердил медицинский осмотр, получил травму анальной зоны тупым предметом. Родителям оставалось только догадываться, почему у некоторых малюток, находившихся под опекой Мак Мартина, были обнаружены хламидии – инфекция, передаваемая половым путем. Вы видите здесь повод для смеха? Открытие сезона охоты. Родители, как и все остальные, засомневались в правдивости обвинений. Некоторые даже объявили, что дети лгут, но были ли правдивы работники детского сада? Всех удивили показания Пегги Мак Мартин, которая сказала, что проработала в детском саду всего несколько недель, хотя, согласно платежным ведомостям, она провела в учреждении многие годы. Для многих семей заключенный вердикт по делу Рея Баки означал открытие сезона охоты на детей. На весь мир растрезвонили, что у репортера ABC Уэйна Сатца, который освещал дело, а он погиб от сердечного приступа в декабре 92-го года в возрасте 47 лет, и психотерапевта Ки Макфарлин был роман, как будто это могло сказаться на показаниях детей. К победившей стороне примкнул даже Оливер Стоун, сняв фильм по сценарию Эбби Мэния. Картина укрепила широко распространенное мнение, что истерия на Манхэттен-Бич вспыхнула, когда один из детей вернулся из сада с покрасневшей попкой. Вероятно, Стоун имел в виду сына Джуди Джонсон, но ребенка не отшлепали, у него текла кровь. Трудно назвать киноверсию событий невинным заблуждением. Это сознательное соучастие в преступлении. Ложь была вколочена в коллективную память с помощью многократных повторов в средствах массовой информации. Факты подвергались прямому искажению освещения процесса в масс-медиа. По словам Ноэля Гринвуда, редактора Лос-Анджелес Таймс, было подлой кампанией, организованной для дискредитации детей и их психотерапевтов. Но почему некоторые СМИ, часть юристов и психиатров пошли на такую крайность? Зачем пытались скрыть очевидный факт организованного растления в детском саду Макмартин? Не потому ли, что насилие, о котором рассказывали дети, имеет зловещее сходство с методами программирования сознания, которые практиковали засекреченные федеральные агентства и религиозные секты, тайно получавшие деньги из государственного бюджета? Часто детей высмеивались, ссылаясь на фанатичность их рассказов. Тоннели под детским садом. Слишком невероятно, чтобы рассматривать такую возможность. Но тоннели существовали на самом деле, и это было подтверждено в 1993 году группой из пяти ученых, сотрудников ведущих университетов. Находка тоннелей, подобно многим другим важнейшим уликам, никогда не обсуждалась в зале суда. Информация, которая попала на страницы газет, также тщательно фильтровалась. Вакуум заполняли сочинения недобросовестных журналистов, таких как Дебби Нейтан, автор множества публикаций, исполненных скепсиса по поводу правдивости историй о ритуальном насилии. Статьи Дебби охотно печатались прессой. Так, в июньском 1990 года в номере газеты Village Voice Дебби Нейтан высмеивала саму мысль о тоннелях. Она настаивала, что участок Макмартин был досконально обследован на предмет наличия тоннелей, что ничего найдено не было. Отчет Дебби Нейтан – ложь. Роланд Саммит принимал участие в составлении итогового отчета о раскопках тоннелей. Начали их родители и только некоторое время спустя следователи прокуратуры с неохотой дали распоряжение о поверхностном обследовании территории. Окружной прокурор Айра Рейнер говорил, что предположения о тоннелях остаются безосновательными, пока никто не заглянул под бетонный пол детского сада. Получается замкнутый круг, поскольку тоннели официально не признавали любые попытки исследовать подземную зону неизменно вызывали насмешки. По рекомендации доктора Берджеса, председателя междисциплинарной археологической программы Калифорнийского университета, для руководства раскопками родители наняли археолога Гэри Стикела. Сперва Стикел принял сторону Баки, полагая, что утверждение о насилии не более чем истерическое преувеличение. Однако затем он узнал о убийстве детектива Пола Бэйнома, который первым занялся поисками тоннелей на территории детского сада. Видимо, Бэйном провел первые неофициальные раскопки в феврале 1984-го. Важно отметить, что он выкопал останки захороненных животных, многочисленные черепаши и панцири и кости. В то время находки вызывали острый интерес, потому что дети рассказывали о пытках и убийствах черепах, кроликов и другой мелкой живности. Целью было запугать детей и заставить их хранить молчание. Дейли Брис, 1987 год. Но официальные лица при поддержке прессы не обратили внимания на предположение животных... На предположение, что животных убивали, чтобы запугать детей. Ведь подобное происходило и в других детских садах по всей стране. В 1993 году исследование, проведенное Национальным центром по расследованию насилия над детьми, подтвердило, что детей в дошкольных учреждениях систематически запугивают. Угрозы часто являются специфическими в том смысле, что последствия будут иметь жалобы родителям и каким образом будет осуществляться месть за разоблачение. Чтобы запугать маленьких детей и предотвратить разоблачение, таких жестких словесных угроз очевидно вполне достаточно. Но чтобы наверняка принудить жертв к молчанию, угрозы простираются далее необходимого. В некоторых случаях они являются средством психологического террора и сами по себе выступают формой пыток. В пещере. Долгое время большинство репортеров Южной Калифорнии с пренебрежением отмахивались от предположения, что растлители угрозами заставляли детей хранить тайну. И какое поразительное молчание воцарилось в прессе, когда тоннели в конце концов были обнаружены. «Я спросила свою дочь», — вспоминает Джеки Макгали, мать двоих детей, ходивших в детский сад Мак Мартин, — «каким образом удавалось незаметно забирать их из сада и возить в другие места?» Она ответила так, будто я сморозила глупость, и она сказала «через тоннели, конечно». Целый месяц газета «Лос-Анджелес Таймс» одну за другой пускала передовиц, где голумилась над группой, производившей раскопки. До тех пор, пока не были найдены первые явные приметы тоннелей. Тогда газета поместила маленькую заметку, в которой слухо отметила, что в саду обнаружены признаки тоннелей. С тех пор «Лос-Анджелес Таймс» в теме раскопок не возвращалась. Только местная газета «Бич Репортер» освещала события без глупой ухмылки. Родители начали копать лопатами в том месте, где указывал девятилетний ребенок, бывший подопечный детского сада Мак Мартин. Внедрившись в грунт за цементной кладкой для цветов в северо-восточном углу, они обнаружили разбитые черепаши и панцири, и несколько костей. Тогда они прекратили раскопки и сообщили о находках в окружную прокуратуру. Когда родители обнаружили признаки тоннеля, Стикел предположил использовать специальный прибор для определения электропроводности почвы, чтобы исследовать пузырь рядом с детским садом. Исследование провел авторитетный геофиксик Роберт Бир. С помощью электромагнитного сканера Бир обнаружил тоннели в месте, где они, по словам детей, должны были находиться. Стикел, стата. Экскаваторы Лос-Анджелес Таймс немедленно отреагировали на находку. Они отозвали репортеров с освещения событий. Поскольку признаки тоннелей обнаружены, дело более не представляет интереса. Остальная периодика последовала примеру Таймс. Тем временем экскаваторы расчистили инородную почву и начали раскоп тоннелей. Подземный ход тянулся под комнатой занятий номер 4 и номер 3. Находкам нет никакого другого объяснения, кроме того, что это на самом деле остатки тоннеля. Пришли к выводу проводившие раскопки эксперты и родители. Время сооружения и использования тоннелей точно не установлено. Но 7 разных признаков указывают на то, что они были сперва проложены и впоследствии заполнены землей после 1966 года. Это дата постройки здания детского сада. Исследовать раскоп, примыкающий к подземному ходу, был приглашен доктор Майкл. Специалист по судебной геологии из Малибу совместно с доктором Гербертом Эдамсом из геологического отдела Калифорнийского университета. Он провел анализ сопротивляемости почвы и проследил ход тоннеля до соседнего трехэтажного строения, расположенного в 5 футах на север от стены здания детского сада. Строение тянулось на 20 футов в восточном направлении и уходило на 10-15 футов под землю. Джеральд Хоббс, местный специалист по уходу за деревьями, который занимается этим уже 25 лет, принимал активное участие в раскопках. Хоббс говорит, что у детей были две версии рассказов о тоннеле. По одной, пройдя по тоннелю, они оказывались в соседнем здании, по другой выходили наверх в гараже, заслонявшем здание с улицы. Так или иначе тоннели вели в этом направлении. Однажды вечером я шел по проходу между детским садом и соседним домом. Расстояние от стены до стены там всего около 4,5 футов. Пройдя приблизительно 30 футов между зданиями, я обнаружил под домом щель. Я прополз по ней на животе в направлении юго-западного угла дома. Через 20 футов я нашел место за западной стеной, где пол внутри дома был снят, если не ошибаюсь. Драв полом было размером 36 на 38 на 41 дюйм. Использование тоннелей для маскировки преступной деятельности не новость. Одна женщина из Атланты, штаб Джорджия, которая в детстве сама оказалась жертвой операции по контролю над сознанием под именем Кейтлин Икс. Она выведена в книге Дэниела Райдера «Круг насилия». Просто выходила из себя, когда ее спрашивали, что она думает о раскопках тоннелей в Мак-Мартине. Кейтлин вспоминает, что как раз в то время, когда совершались преступления в Мак-Мартине, члены банд организованной преступности в округе Кобб сажали в клетки и убивали и продавали детей в подземной системе тоннелей. Причем некоторые располагались прямо под домами преступников. Они использовали тоннели, чтобы прятать нарколаборатории и склады оружия. Таких людей очень сложно поймать, потому что они вершат свои дела в буквальном смысле под землей. Один из преступников, бывший пресвитерианский пастор, владел домом с такими тоннелями. Я и его собственные внуки показали взрослым, где находится вход в тоннель, но преступник успел сделать его со стороны дома. Вход был прямо в игровой комнате его внуков. Полицейские, как утверждают Кэтлин, почесывали в затылках после того, как закончили осмотр места на поверхности. Следует информировать служителей закона о широком использовании преступниками подземных тоннелей, старых бомбоубежищ и заброшенных шахт ракетных установок. Надо снабдить полицейских более совершенным обнаружением для обнаружения подобных тоннелей. Но многие в Лос-Анджелесе продолжали смеяться над раскопками в Мак-Мартине, даже после того, как в Бруклине был найден целый подземный комплекс со складом оружия и тоннелями, которые связывали конспиративные квартиры членов политической секты. Секта обрабатывала новобранцев лишением сна и с помощью сенсорной депривации, рудиментальных форм контроля над сознанием. 13 ноября 1996 года Лондон Таймс описала обнаруженный в жилом квартале Нью-Йорка лабиринт и подземные комнаты, в которых хранились винтовки, автоматы и взрывчатка. Полиция утверждает, что найденное в Бруклине необычное сооружение может говорить о наличии городского ополчения, которое использовало три прилегающих друг к другу дома. В общей сложности на участке Мак-Мартина были найдены кости 77 животных. Останки принадлежат кошкам, цыплятам, собакам, кроликам. Тем не менее, репортер Дебби Нейтан, упорный скептик в вопросах ритуального насилия и широко востребованный в газетах адвокат фонда исследования синдрома ложных воспоминаний, рассказывает другую историю. Родители много лет верили в дьявольские козни, подземные тоннели в детском саду. Ни единого упоминания о находках Байнома, никакой информации о реальном ходе раскопок. Главной мишенью своей ядовитой иронии Дебби Нейтан избрала бывшего сотрудника ФБР Теда Гандерсона и Джеки Макгали. На самом деле, чтобы предотвратить обвинение в том, что раскопки ведут заинтересованные лица, они пригласили Стикила и его геологическую группу. Ни Гандерсон, ни Макгали сами непосредственного участия в раскопках не принимали. Поиски тоннелей были независимым расследованием, и в него внесли свой вклад десятки добровольцев. Однообразные причитания Дебби Нейтан об отсутствии улик не были искренними. Известно, что она сознательно исказила множество фактов о ритуальном насилии. Ее способность закрывать глаза на очевидные вещи – просто пародия на журналистику. Нейтан твердит об отсутствии улик в деле Макмартин, несмотря на ночные кошмары детей, выводы психологов, медицинские заключения о признаках сексуального насилия, несмотря на наличие у детей инфекций, передаваемых половым путем. Раскопки тоннелей, уверяет она с уверенностью медиума и с нисходительной усмешкой, это мистификация. Лицемерные нападки Дебби Нейтан на детей и защитников были поддержаны газетой New York Times и множеством других корпоративных изданий. Все они внесли свою лепту в попытке скрыть следы секретных операций по контролю над сознанием, которые проводились ЦРУ и Пентагоном 30 лет назад. Продолжение следует...